14 июня мировое сообщество отмечает День донора. Накануне праздника мы побывали в отделении переливания крови Ренийской центральной районной больницы. За годы независимости количество доноров в Украине сократилось в два раза. Тем временем, как утверждают медики, потребность в препаратах крови увеличивается. Стало гораздо больше автотранспорта, в том числе скоростного, а это приводит к увеличению травматизма, когда для спасения жизни требуется большое количество крови. Таким образом, организация донорского движения становится вопросом жизни и смерти. Единственным и пока незаменимым источником получения крови является человек-донор. Донором может стать каждый здоровый человек, достигший 18-летнего возраста. Попадая в отделение, гражданин тщательно обследуется врачами. Что интересно, в отделении имеется полная база данных как о донорах, так и о людях, которые по состоянию здоровья не имеют права сдавать кровь, так как переболели кровяными инфекциями. Медики благодарны заместителю начальника Ренийского порта Анатолию Амахову и начальнику информационно-вычислительного центра Владимиру Брашивану за то, что помогли обеспечить отделение переливания крови компьютером и разработали специальную программу для оперативной и четкой работы по донорству. Далеко не во всех районах служба крови оснащена такой оргтехникой. Итак, пройдя обследование у врача, донор получает горячий чай с сахаром и печеньем, что способствует расширению сосудов сердца и головного мозга. Забор крови осуществляется в стерильных условиях в специальную пластикатную одноразовую тару. По ходу забора кровь не соприкасается с воздухом и этим гарантируется ее стерильность. Каждый донор знает, что совершает благородный поступок. Вот одна из записей из книги отзывов и предложений. Внезапная болезнь моих родственников заставила меня обратиться за помощью к работникам отделения переливания крови. К моему большому удивлению я столкнулась с квалифицированными работниками, чуткими и внимательными специалистами, что в наше время редко встретишь. Своевременное оказание помощи дало положительные результаты. Мы выздоровели. Большое спасибо всем работникам отделения переливания крови города Рени, заведующему Антону Ланецкому, старшей медсестре Надежде Кальчу, операционной медсестре Евгении Свиридовой, младшей сестре Вере Акриш. Счастья, добра, благополучия вам, люди в белых халатах. Процесс заготовления крови ответственный и многогранный. В специальной центрифуге кровь разделяется на плазму и эритроцитарную массу. Препараты на протяжении определенного времени хранятся в холодильнике. Наше отделение Рениской центральной районной больницы называется отделением переливания крови. Но оно уже существует у нас очень давно. В этом отделении я работаю уже порядка с 93-го или 94-го года. В составе нашего отделения работают 4 человека. Я, как врач-трансфузиолог, есть старшая медицинская сестра отделения, есть сестра-лаборант и санитарка. Через наше отделение проходит порядка 650-700 доноров. При этом донорство у нас безвозмездное. У нас в районе имеется порядка 110 почетных доноров. Что это значит? Это доноры, которые сдали где-то порядка 18-20 литров крови безвозмездно. Они награждаются значком почетного донора. Им дается удостоверение, кроме этого они имеют определенные льготы. Одним из самых важных льгот является прибавка к пенсии. И вот начиналась, когда начиналась оплата донорам льгот, значит было 3,60, которые добавляли с пенсии. Но было тяжело и обидно донору, который сдал около 20 литров крови, это самое давать 3 рубля 60 копеек, это самое к пенсии. Это было обидно. Я, когда вручал ему удостоверение почетных доноров, говорил, что все-таки государство, наверное, образумится и будет больше. Но на сегодняшний день уже порядка 91 рубль добавляется к пенсии почетным донорам. Так что это очень хорошо. Я думаю, что, наверное, это будет увеличиваться. Женщины, идущие на роды, в обязательном порядке, родственники их или же мужья должны сдать кровь, чтобы они шли на роды под защитой одного флакона крови. Это очень благородно. И это очень нужно. Некоторым женщинам, может быть, и не надо будет этот самый кровь, но, по крайней мере, есть женщины, которым необходимо добавлять во время кровотечения, давать этот самый порядок 2, даже 2,5 до 3 литров крови. Иногда приходится препаратов крови давать для того, чтобы спасать женщин. Потому что бывает патологическое кровотечение, с которым очень сложно бороться. И наши акушер-гинекологи всегда довольны, что мы их обеспечиваем этим необходимым количеством крови. Вливание препаратов крови безвредно. Почему? Потому что каждый донор, идущий на крови дачи, в обязательном порядке его обследует врач-дерматовенеролог, врач-нарколог и врач-терапевт. В обязательном порядке они сдают анализы. Кроме всего прочего, кровь обследуется в Измаиле, в межрайонной лаборатории, которая обследуется на спиц, сифилис, на различные гепатиты, которые сейчас очень подняли голову, и очень много людей болеют гепатитами. Поэтому кровь, которая обследуется, и которая уже готова к переливанию, она уже полностью обследована, и заболевание этими инфекционными заболеваниями исключено. Для того, чтобы лучше обследовать, обслуживать наших женщин, у нас в родильном отделении мы создали так называемый мини-банк крови. Вот там в этом мини-банке крови имеется где-то по 2-3 гемакона одногруппной плазмы. Поэтому, когда женщине необходимо срочно это самое переливание препаратов крови, они не ждут, пока мы им дадим, а у них уже есть своя, и по мере ее использования мы этот мини-банк даем больше, добавляем. Основными пользователями нашего отделения, наших препаратов крови является реанимационное отделение, хирургическое отделение, акушерско-гинекологическое, терапевтическое. Ведь кровь фактически это лекарственный препарат, если его так можно назвать, который практически заменить ничем нельзя. Есть сейчас какие-то кровезаменители, но по сравнению с самой кровью и плазмой, и эритроцитарной массой, и тромбоцитарной массой и так далее, есть очень много нюансов в системе службы крови. Вот практически заменить их нельзя. Я думаю, что отделение очень нужное. В некоторых районах этих отделений нет. Почему? Потому что они не могут заготовить такое количество крови, которое бы обеспечивало их право на содержание. Если заготавливают крови меньше 300 литров, значит этих отделений фактически нет. Функция этого отделения берет какое-то на себя отделение, или акушерско-гинекологическое, или хирургическое, или какое-то другое отделение. Но у нас, слава Богу, в этом отношении все нормально. Редко бывают такие моменты, когда у нас нет необходимой группы крови. Значит, мы всегда выходим на наших соседей, на Болград, на Измаил, даже на Килию иногда. Даже иногда приходится пользоваться услугами областной станции переливания крови. Но это бывает очень редко. В свою очередь мы тоже помогаем и Килие, и Болграду, и Измаилу. Нашу кровь даже берут в областную больницу наши препараты крови. Даже где-то в прошлом или позапрошлом году мы давали наши препараты крови в киевские институты хирургии, в кардиологию, в кардиохирургию и так далее. Самым главным нашим богатством это являются доноры. Вот спасибо тем 110 наших почетных доноров, которые действительно сдали приличное количество крови. Вот это самое. Но кроме всего прочего, и большое спасибо всем донорам, которые приходят к нам на кровидачу.